Они дали понять Израилю, и не только Израилю, они дали понять Соединенным Штатам и каждой другой стране, находящейся в пределах досягаемости ракет. Что за это придется заплатить высокую цену, если вы нападете на иранскую землю. Что Иран не потерпит такого рода нападения, которое имело место 1 апреля, когда Израиль атаковал иранское консульство в Дамаске. И я считаю, что Иран также ставит на стол маркер, который говорит о том, что Иран больше не потерпит такого рода действий, как убийство израильтянами иранских ученых-ядерщиков на его территории в прошлом. Это не будет допущено, что в будущем, если вы решите напасть на Иран, Иран нанесет ответный удар, и он нанесет ответный удар с такой силой, которую нельзя будет остановить. И с такой силой, которая уничтожит то, что ведьмы пытаются уничтожить. Иранцы были очень умны в создании этой ситуации, поскольку все, что им нужно было сделать, это показать доказательства концепции. Я думаю, что многие люди говорили, но они не разрушили аэродром, они не разрушили израильскую штаб-квартиру, они не убили сотни или тысячи израильтян. Они не собирались этого делать. Они просто давали понять израильтянам и американцам, что у нас есть возможность уничтожить аэродром. Все, что нужно сделать израильтянам, это взглянуть на карту, посмотреть, куда попали иранские ракеты и понять, что иранцы попали в то, во что они целились. И Израиль ничего не мог сделать, чтобы остановить эти ракеты от достижения их цели. А израильское воздушное пространство является самым хорошо защищенным в мире, самыми сложными противоракетными технологиями, развернутыми в глубине. И они не смогли остановить иранские ракеты. Так что сигнал с Соединенным Штатом, которым не хватает этого всеобъемлющего зонтика противовоздушной обороны над своими установками на Ближнем Востоке, тоже здесь. Но, по милости Божьей, иди ты, если ты решишь напасть на нас или способствовать нападению Израиля. Так что это было, я называю это одной из величайших военных демонстраций в современной истории, потому что, сделав то, что они сделали, Иран не только поставил Израиль на место. Но хотите верьте, хотите нет, но они создали основу для мира и стабильности на Ближнем Востоке, исключив из рассмотрения варианты, которые Израиль и Соединенные Штаты, возможно, рассматривали в будущем, такие как упреждающий удар по иранским ядерным объектам или карательная атака против иранского режима. Соединенные Штаты и Израиль теперь предупреждены о том, что если они попытаются сделать что-то подобное, цена, которую они заплатят, будет непомерно высокой. В случае с Израилем он может быть чрезвычайно высоким. Во-первых, давайте просто укажем на тот факт, что Иран начал свою атаку, запустив самое медленное и громкое оружие в своем арсенале, беспилотники-шахиды. И они сделали это, потому что посылали сигнал Израилю, Соединенным Штатам и всем остальным, кто нападал на Израиль. Теперь, если они хотели провести смертоносную атаку, зачем объявлять об этом за пять часов до ее начала? Зачем давать Израилю шанс вывести свои дорогостоящие активы с уязвимых баз? Зачем давать Соединенным Штатам, Великобритании и Франции шанс перебросить ресурсы, корабли, самолеты через Иордан, чтобы перехватить эти ракеты? Иран говорил, вот мы и пришли, сбивайте нас. И они это сделали. Они вышли и сбили беспилотники. Теперь Иран запустил беспилотники стоимостью десятки миллионов долларов. Соединенные Штаты и Израиль потратили миллиарды долларов на их уничтожение. Это финансовое уравнение, которое является неустойчивым, и это был один из пунктов, который выдвигал Иран. Вы не можете позволить себе такого рода войну. Затем они запустили крылатые ракеты, которые в сочетании с беспилотниками определили начальную фазу реакции противовоздушной обороны. Не только противовоздушная оборона, внешние самолеты, но как только они проникли в самолеты, железный купол начал поражать цели. И они запустили ракеты на более высоком уровне, так что аэросистема и патриоты начали поражать цели. И они определили радар. Они определили, как Израиль наводится на цели. А затем они сделали три вещи. И вот тут-то все и становится зыбко. Я должен быть честен, Джордж. Еще очень рано. И там есть неполная информация. Но, насколько я понимаю, Иран использовал три типа баллистических ракет. Одна баллистическая ракета — это очень умная ракета. Она использует боеголовку, которая разделяется, а затем выстреливает, взрывается, выпускает кучу ложных целей, которые, по-видимому, специально разработаны для поглощения ракет железного купола. Так что помните, железный купол отслеживает цель. Вы запускаете эти очереди ложных целей, и железный купол говорит, «Ага, у нас теперь 25 целей, и они запускают 25 перехватчиков». Тем временем, меньшие боеголовки, маневренные, прорываются сквозь эти перехватчики, опускаются и поражают израильские системы противовоздушной обороны. И, по-видимому, именно это и происходит. Я смотрел какое-то видео, где видно, как происходит этот эффект дробовика от этих бомб, как реагирует железный купол, а затем входит и поражает систему противовоздушной обороны. Так что они показывают израильтянам, как мы собираемся вас уничтожить. Следующее, что вы видите, это то, что у них есть эти ракеты, летящие туда, где вы видите боеголовку, отделяющуюся от корпуса ракеты. А затем на боеголовке есть ускорительный двигатель, который на высокой скорости загоняет ее под землю, уничтожая любой радарный перехват. Любую возможность перехвата при попадании в цель. И то, что это делает, это расчищает пространство. Они уничтожают противовоздушную оборону. Последняя вещь — это эти тяжелые боеголовки, которые исходят с тяжелых ракет, которые поражают взлетно-посадочные полосы и пробивают в них большие кратеры. Это была трехслойная баллистическая ракетная атака, специально разработанная иранцами для уничтожения израильской противовоздушной обороны, для расчистки пути, для уничтожения противовоздушной обороны, а затем для демонстрации того, что мы можем разместить большие боеголовки на любой цели в Израиле, где захотим. И это было успешно. И прелесть этого в том, что они не использовали свои лучшие ракеты. Все три, за исключением, одна из этих ракет довольно новая, но это не гиперзвуковая ракета. Израиль не использовал свою гиперзвуковую ракету. И у Израиля есть много таких ракет. Это был всего лишь один ударный пакет. У Ирана есть несколько таких ударных пакетов, точно таких же, как этот, хранящихся в резерве, которые у них есть для Дамоны, которые у них есть для Кири в Тель-Авиве, которые у них есть для других авиабаз. Иран может повторять этот процесс в течение всего дня. И то, что они показали Израилю, это то, что мы можем сделать. И я могу гарантировать вам, что прямо сейчас есть такие люди, как я, которые носят военную форму или являются офицерами разведки, которые проводят точно такой же анализ, как и они, и пишут большие критические отчеты вышестоящему командованию, говоря, прекратите всю эту чепуху. Мы не можем выиграть эту войну. Все кончено, ребята. Прекратите это. У нас здесь нет никакой защиты. Если Иран захочет войти, мы будем бессильны. Эта ситуация выйдет из-под контроля. Остановите это сейчас. Именно поэтому Джо Байден разговаривал по телефону с Большой Семеркой, чтобы вмешаться в дела Израиля. Именно поэтому Джо Байден разговаривал по телефону с Нетаньяху. И именно поэтому генералы Нетаньяху говорили ему, отступите. Мы не можем выиграть эту битву. Это огромная победа Ирана. Да, мы вернемся к этому последнему пункту через минуту. Но согласны ли вы со мной в том, что, как выразился бы Джордж Буш, они все это время неправильно понимали Иран? Ну, опять же, военные этого не сделали. Я должен сказать, что я работал с израильской разведкой, с их людьми из технической разведки, с людьми, которые проводят анализ и оценку ракет. Это умные люди. И если бы я, сидя здесь, за тысячи миль от них, без какого-либо доступа к секретной информации, мог бы сказать, я знал большую часть этого еще до того, как это произошло. Я знал, каковы возможности Ирана. Я могу гарантировать вам, что они точно знали, что это было. Но проблема заключается в том, чтобы их голос был услышан израильскими политиками, которые движимы эмоциями и внутренней политикой, и так далее. То, что сделала эта атака, усилило их голоса, потому что теперь, в то время как политические лидеры могли сказать, ну, ты просто спекулируешь, ты не знаешь, это просто гиковский умный материал. Теперь у них есть неопровержимые данные. Фотография, положенная на стол, парень из противовоздушной обороны, говорящий, босс, мы сделали все, что могли. Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить их. Американцы, звонящие и говорящие, мы больше ничего не можем сделать. Мы сделали все. Мы не можем остановить это. А теперь израильские политики просыпаются и осознают суровую реальность того, что вымысел, в котором они жили, знаете ли, под которым они жили, даже близко не соответствует действительности. Это была фантазия. А там реальный мир, и это опасный мир, и им придется изменить то, как они действуют. Есть пара вещей, которые, я думаю, мы увидим. Во-первых, я думаю, мы увидим, как Израиль усилит давление на Хизбаллу. И теперь нам придется увидеть навыки Хасана Насралы и его способность управлять этой эскалационной лестницей, которую он проделал так мастерски. Но более того, более серьезное давление будет оказано на Хизбаллу со стороны Израиля. Иран будет оказывать давление на Насралу, чтобы он не позволил этому перерасти в общую войну, в которой так отчаянно нуждается Нетаньяху. Па, я думаю, что Нетаньяху собирается позвонить главе МОСАДа, усадить Бен Гавира за стол переговоров и сказать, что мы собираемся удвоить нашу тайную войну против Израиля. Ты знаешь, многие люди забыли, но в прошлом году там была огромная демонстрация, которая переросла в гражданскую войну. Я говорил об этом со старшими иранскими чиновниками, и они сказали, что это не демонстрации. Это гибридная война, проводимая ЦРУ и израильским ОСАДом, направленная на то, чтобы свергнуть Иран изнутри. И это было большой проблемой. Это была большая битва, выигранная иранцами. Они одержали победу. Но я бы увидел, как Израиль поощряет белучские националистические движения нанести удар по Ирану и Захидану. Я бы увидел, как они поощряют ИГИЛ нанести удар по Израилю. Я бы призвал их увидеть, как курды наносят удар, муджадины наносят удар. Все эти внешние силы, которые ЦРУ, британская и израильская разведки поддерживали в течение многих лет. Я думаю, что вы увидите, как израильтяне скажут, что вам нужно удвоить усилия в этом направлении. Нам нужно оказать давление на Иран, потому что нас не должны видеть бездействующими. Мы должны выглядеть так, как будто мы что-то делаем. И это снова проверит пределы сдерживающей политики Ирана. В какой момент времени Иран расширит ее, чтобы сказать, что гибридные атаки с использованием доверенных лиц приравниваются к прямым атакам, и наше сдерживание также вступит в силу. Мы увернулись от пули, но мы еще не вышли из перестрелки. Там будет много. Там будет оказано большое давление в будущем. Хорошая новость заключается в том, что Иран не хочет воевать. Они не трусы. Они доказывают, что они будут сражаться, если это будет необходимо. Но в центре внимания Ирана находится Шанхайская организация сотрудничества. Это о кирпичах. Это о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Это о экономическом процветании. И война с Израилем разрушит все это. Так что хорошая новость заключается в том, что во внешней политике Ирана заложено много терпения и гибкости. И это необходимо в данный момент времени, потому что Иран должен понять, что Израиль должен что-то сделать для внутренней политики. И вы либо хотите войны, либо нет. Если вы не хотите войны, вам придется стиснуть зубы и вынести это, поскольку Израиль использует марионеточные силы для оказания давления на Иран с целью наказать его. Ирану придется пережить эти атаки. Но другая хорошая новость заключается в том, что Израиль проигрывает большую войну. Помните, что еще одна вещь, которую Иран не хочет делать, это отвлекать внимание от того факта, что Хамас побеждает. Что Хамас настроил мировое общественное мнение против Израиля. И теперь мир говорит о палестинском государстве так, как никогда раньше. Большая война между Израилем и Ираном отвлекает людей от этой цели. И Иран этого не хочет. Иран понимает, что сопротивление вместе с Хамасом находится в процессе стратегического поражения Израиля. И это та борьба, которой они хотят сражаться. Так что я думаю, что Иран будет готов принять удары израильских марионеток, чтобы оставаться сосредоточенным на стратегической победе, которой они добиваются. И не стать жертвой мелкого человеческого нарциссизма, жертвой которого становится Израиль. Когда они говорят, что мы были оскорблены, мы должны совершить массовую месть. Иран показал себя очень терпеливым, очень устойчивым, очень зрелым национальным государством, когда дело доходит до такого рода деятельности. Наконец-то, Скотт, и я, как всегда, благодарен тебе за потраченное время. Англоговорящий король Иордании, который, когда взошел на трон, буквально не мог говорить по-арабски, а теперь говорит по-арабски с довольно великолепным английским акцентом. Он был единственным арабским лидером, если можно назвать его арабским лидером, который сотрудничал с Израилем и Соединенными Штатами прошлой ночью. Даже их гораздо более важные и давние союзники отказались от такой возможности. Почему король Абдалла сделал это? Разве он не поставил себя в очень тяжелое положение теперь со своим собственным населением, которое в подавляющем большинстве настроено против Израиля и в подавляющем большинстве поддерживает палестинцев в секторе Газа? Что же, я называю его наименее арабским лидером в арабском мире. Как он сам указал, его корни, его идеология, его образ мышления очень британский. Это не от арабской улицы. Он так далек от реальности своего народа. И он так зависим от Израиля. И я ставлю Израиль на первое место, затем Соединенные Штаты и Европу за его дальнейшую жизнеспособность как лидера. Его предательство палестинского дела очевидно для всех. И теперь его предательство арабского мира и по сути мусульманского мира также налицо. Он знает, что у него большие проблемы. Происходит самая опасная вещь в мире для иорданского короля хашемита, а именно то, что палестинский народ имеет путь к государственности. А палестинское государство – это, пожалуй, самая большая угроза для этого искусственного образования под названием Хашемитское королевство Иордании, потому что он не орданец. Он трансплантат из Саудовской Аравии. И я считаю, что он, возможно, последний хашемитский король Иордании. И я не желаю ему судьбы последнего хашемитского короля Ирака. Но я действительно считаю, что королю Иордании пора собрать свою семью и свиту и улететь в Лондон, где ему самое место среди британского народа, который он так обожает. Потому что его презирают и ненавидят среди его собственного народа, а теперь и во всем арабском и мусульманском мире. Он предатель дела палестинского народа. Так что, Третья мировая война или нет, Скотт, можем ли мы сегодня лечь спать с некоторой уверенностью в том, что мир все еще будет здесь, когда мы проснемся утром? Я бы сказал, что в краткосрочной перспективе, до тех пор, пока Бен-Гурианский аэропорт открыт и рейсы прибывают и отправляются, ложись спать, спи спокойно. Если Бен-Гурианский аэропорт закроется, тогда нам нужно начать беспокоиться о том, в каком направлении все это идет, потому что иранцы больше не шутят. И если Бен-Гурион закроется, это будет означать, что израильтяне не принимают нет в качестве ответа от Соединенных Штатов, и эта вещь может пойти в любом направлении. Но на данный момент Бен-Гурион открыт, люди прилетают и улетают. Я бы сказал, что ты можешь спокойно спать этой ночью. Они скорее вылетают, чем прилетают. Спасибо Скотту Риттеру, как всегда, за его мудрость, опыт и красноречие.